Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование апостольских соборных посланий на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами начнем рассматривать первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, первую главу. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и осъязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. О наше общение с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Первые четыре стиха мы видим, что апостол, святой евангелист Иоанн Богослов говорит о важности свидетельства, и что свидетельство, оно может быть истинным только тогда, когда действительно, как говорят апостолы, что мы видели, что слышали, что осизали руки наши. То есть свидетелем может быть всегда очевидец. И евангелист говорит о том, что они передали не какую-то просто сумму знаний или какие-то понятия, или какие-то философские мудрования, а то, что видели, то, что слышали, то, что пишет, осизали руки наши. Некоторые могут сказать, как же осизали руки, ведь только апостол Фома, мы помним в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, он говорил о том, пока не увижу и не вложу перст моих, то есть не буду осизать Христа, то не поверю. Но на самом деле в Евангелии от Луки есть такой текст, и, возможно, мы его сегодня увидим, если он будет у нас в комментариях, помню просто по памяти, что есть такой текст в Евангелии от Луки, здесь сам Христос говорит своим ученикам, осижите меня, прикоснитесь ко мне и не будьте неверующими, а верующими. Итак, ибо жизнь явилась, как говорит о том, что мы видели и слышали. И пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. То есть смысл написания послания с того апостола Иоанна Богослова в том, о чем говорил Христос в самом начале. В самом начале, что радость, мир вам даю, никак дает этот мир. И апостол Павел пишет в своих посланиях радоваться, всегда радоваться. То есть радоваться чему? Потому что побеждена смерть. И то, что Христос на Гоговском кресте искупил наши грехи и омыл их своей честной кровью. Да, вот, пожалуйста, в Евангелии от Луки я уточняю этот текст, 24 глава. «Сказано, освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Это, если память мне не изменяет, эта история как раз рассказывает о путешествии Иисуса Христа, когда, да, в Эмаус, когда он к Луце и Клеопе пристал, начал рассказывать о великих делах. И когда преломил хлеб, свидетель Иоанн Златоуст описывает, что это можно в этом рассматривать как тайну вечер, преломление. И тогда, как сказано, открылись у них глаза. И тогда он им сказал, освежите меня и рассмотрите, ибо дух не имеет плоти и костей, как видите у меня. То есть он им показывал, что он не призрак. И явление его явно. И далее пятый стих сказано «И вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам». То есть снова и снова заметим, что евангелист возвращается к этой теме, как об этом сказано в первых стихах. «Слышали, видели». Второй стих «видели, свидетельствуем». Третий стих «возвещаем вам, что слышали, видели и слышали». Третий стих. И далее он снова возвращается к этому же слову «обороту». И вот благовестие, которое мы слышали от него, возвещаем. Видите, везде слышали, видели, видели, слышали, возвещаем. Вот в этом и есть на самом деле апостольская преемственность. Когда тайная религиозная организация претендует на свою церковность, и говорят, что мы тоже церковь. Всегда надо спросить, а где признаки, каковы признаки вашей церкви? Ну, Джон Смит, 1609 год, я уже повторял там, например. Или там еще какое-то движение, которое утеряло апостольскую преемственность. Скажем, «Адвентист» седьмого дня, 1844, или секта Кипмакина. Это вообще там 1980-е года, так называемое бостонское движение. Какая там может быть апостольская преемственность? Могут ли они быть свидетелями в полном смысле этого слова? Или даже та организация, которая своим названием претендует на свидетельство, это такая организация, как «Свидетели Иеговы». Они образованы 1870 год. Могут ли они быть свидетелями, когда они не видели, не слышали, руки их не осъязали? Навряд ли. Свидетель может быть кто? Тот, кто был очевидцем. Например, произошло, скажем, недавно в газете я читал, что там, кто был свидетелем такой-то аварии, «Пожалуйста, можете позвонить по этому телефону, нужны свидетели». То есть, если у действительно человека не было какой-то видеокамеры, где было зафиксировано, то нужно очевидцы, тот, кто видел. А тот, кто не видел, не может быть свидетелем и не может проходить ни по какому процессу, как свидетель. Потому что не был кем? Не был очевидцем. И вот мы видим, что возвращается к этой теме и говорит, что и вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвращаем вам. И далее дается такое утверждение апостола Евангелиста Иоанна Богослова, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Очень важное утверждение. В то время уже была развита такая ересь, как манихейство и гностицизм. И в этой ереси говорили о том, что Христос якобы явился незримо. И потом вторая такая была их декларация, их лжеучение о том, что зло и добро — это все относительные понятия, они перемешаны. Между прочим, ереси манихеев и гностицизма глубоко в себя впитало такое оккультное направление, как теософия и их последователи Рерихи. Это Елена Блаватская, Анна Безонт, ее преемница, и в дальнейшем это Николай и Елена Рерихи. Они как раз в своем учении смешивают понятие добра и зла, где можно встретить, например, такое выражение, что Люцифер и Деница Зари — это чуть ли не брат Иисуса Христа. Это все именно с самых ничего нового нет под солнцем. Из древних каких-то заблуждений берутся подобные знания, переформулируется то, что называется синкретизм религиозного мировоззрения. То есть все это слепо отсюда, что эти отсюда, с восточных религий немного. И якобы выдается за какое-то новое откровение, которое якобы, если говорить о теософику, то якобы какие-то махатмы из Тибета по такому телеграфу небесному, как писал Самоблаватский, передали эти знания. Но это на самом деле не так, ничто иное, как измышления человеческие, которые были нашептаны, несомненно, духом злого поднебесного. «Бог есть свет, — говорит евангелист Иоанн, — и нет в нем никакой тьмы, не может быть в Боге никакого зла. Зло, оно противно Богу. Зло — это и есть ничто иное, как противление Богу. Мы знаем, что сатана, сатаниил, — это так и переводится с греческого как «противник». То есть зло не имеет своего бытия. Это всего лишь навсего ничто иное, как личность, активная личность, противящаяся Богу в лице дьявола. Итак, далее, шестая, шестой стих. «Если мы говорим, что имеем общение с ним, то есть с Богом, и ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». То есть если мы не исповедуем Иисуса Христа, а ходим во тьме этих заблуждений, впадаем в эти различные еретические ложные мировоззрения, то мы еще во тьме. Поэтому надо себя проверять. Когда говорят о том, что догма — это якобы некое что-то такое формальное и некая такая обертка, вот совсем недавно тут услышал, хочу сказать, что надо читать катехизис, наверное, хотя бы начинать с него, а потом уже догматическое богословие. Догма на самом деле — это не какая-то форма и не какой-то цемент, который ограничивает свободу мысли и чувства и воли человека. Догма — это как раз и есть, если хотите, продукт, если так можно выразиться с такими обычными словами, это и есть продукт, это и есть действие Святого Духа. Потому что все догматы определения — это не что иное, как указание пути в Царствие Божие. Это и есть тот самый путь, которым говорит Христос, я есть им путь, истина и жизнь. И мы это еще увидим, и здесь Евангелистан так и будет говорить. Кто исполняет заповеди мои, тот и есть мой ученик. А догматическое богословие, оно было сформировано на Вселенских соборах. Именно сформировано. А вся полнота догматического богословия была дана в день Пятидесятницы. Вера имеет свое исповедание, исповедание всегда, я это повторяю, имеет свое содержание. А это содержание есть в канонных определениях, в Священном Писании, в Святом Придании. Поэтому говорить о том, что догма... Кстати, оккультисты об этом говорят, что надо отбрать всякую догму. Это догма этой церкви, которая есть не что иное, как плесень на обочине истории. Есть такие высказывания, например, у Теософов. Но надо заметить, что сама Елена Блаватская зачем-то берет и пишет тайную доктрину. Может так и перевести, то есть тайную догму. Это не что иное, как желание подменить христианство. Если не будет у нас понимания нашего исповедания, то тогда мы окажемся в пустоте неведения и будем ходить, как говорит об этом здесь евангелист Иоанн, во тьме. Если мы ходим в ответ, то мы лжем и поступаем, как сказано, не поступаем по истине. И седьмой стих. Если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Здесь прямое указание, на самом деле, на святую Евхаристию. Заметьте, сказано, не очистила нас там тогда от Адамова греха, того самого первородного греха на Голговском кресте. И теперь, как говорят некоторые протестанты, верь, и достаточно одной веры, и этого достаточно, что Бог тебя искупил, Он заплатил за тебя полную цену. Нет. Сказано, в настоящем время, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Где очищает? В святом причастии. Когда мы отходим от святого причащения, принимая под видом хлеба, вина, истинное тело и истинную кровь Иисуса Христа, мы слышим эти слова от священника. Причащается имя рек, такое-то, такое-то, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Вот где очищает нас Христос после исповеди, после причастия, Он очищает нас от всякого греха. Снова повторю, не очистила там, две тысячи лет назад. Читаем внимательно. Можем посмотреть и греческий. Здесь стоит настоящее время. А очищает от всякого. Греха. И восьмой стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Действительно, самый серьезный грех, который может быть в человеке, это не любовь к Богу и не любовь по отношению к другому человеку. А почему это самое главное заповедь? Помните, когда у спасителя спросили, какая наивысшая заповедь в законе? Он повторил книгу по цитату из Пятикнижей Моисея. Как он сказал? Возлюби Господу Бога твоего всем сердцем, всем помышлением, всей душой твоей и ближнего твоего, как самого себя. Почему так? Почему сначала Бога, потом ближнего? Потому что только у Бога можно научиться правильной любви. А как мы можем научиться у Бога? Многие говорят, мы же не сидим, как древние пророки, на нас не сходят никакие откровения. Надо сказать следующее. Откровение уже нам дано во всей полноте в Церкви Христовой, которую Христос здесь установил на своей земле, на этой земле, который сказал, что и во рта ада не одолеют ее церкви. Где это откровение? Мы к нему сейчас прикасаемся. Это Священное Писание. Священное Писание так и называется «откровение». Что означает это слово? Это то, что Бог нам хочет открыть о себе. И не только. Откровение — это откровенный разговор Бога с человеком. Если мы от него отклоняемся, нужно тогда снова вернуться к шестому стиху, который так и говорит. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, потому что светильник ноге мает Слово Божие, если говорим, что ходим во тьме, то мы лжецы. Мы лжем, сказано, и не поступаем поистине. То есть самообманщики. Есть такой, к сожалению, сегодня самообман. Когда православные христиане пренебрегают чтением Священного Писания. Это ужасно. Нарушение заповеди. Тогда человек будет ходить во тьме. Может даже не сомневаться. А если будет говорить, да нет, это не так, читайте этот стих, шестой, то лжем сами себе. Обманываем самих себя. Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. Самый главный грех, который есть в человеке, это не исполнение его заповедей Божьих. А признак исполнения заповедей Божьей, как скажет и евангелист Ант Богослов, единственным признаком, если любите меня, говорил сам Спаситель. Вот лучше даже так сказать, словами самого Спасителя. Он так и говорит, если любите меня, исполните заповедь Мои. То есть выражением любви человека по отношению к Богу является исполнением его заповедей. Той самой догмы, если хотите. Поэтому всякое размывание границ, пути, ведущих в Царствие Божие, это не что иное, как блуждание во тьме. Это не что иное, то, о чем предупреждал Христос. Широки врата, и пространен путь, и многие идут этими вратами в погибель, и узок путь, и не каждый находит его. Также некоторые говорят о том, что не имеют греха. Про таких людей Евангелистан говорит, что они обманывают самих себя. Но 9 стих всегда дает такому человеку шанс увидеть себя, увидеть свой грех. Если сказано исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, отчитит нас от всякой неправды. То есть Христос ждет нашего исповедания наших грехов и ждет нашего покаяния. И тогда он будет способен очистить наше внутреннее состояние. Заметьте, Бог всесильный, всемогущий и всеведущий, всемогущий без воли человека не может приступить к очищению человека от грехов. То есть настолько Бог любит человека, что не нарушает его свободу без его согласия. То есть мнимую эту свободу без его согласия. если говорим, что не согрешили, то представляем его лживым и слова его нет в нас. Бывают такие истории, когда человек приходит, только-только делает первые шаги в церковь, он еще не видит своих грехов и говорит, что да я ничего такого особо не сделала, да никого не убил, не зарезал. Но такому человеку сказано, что надо просто посмотреть получше вглубь себя. А как посмотреть? Опять повторю, теми же самыми заповедями можно посмотреть внутрь себя и теми же самыми догматами, которые есть не что иное, как дыхание Святого Духа в церкви. Мы можем проверить, правильно ли мы исповедуем Иисуса Христа или нет. Об исповедании у евангелиста Иоанна будет еще сказано и дальше. А сейчас мы видим, что насколько это важная первая глава, она всего состоит из десяти стихов, но в ней настолько много глубины для нашего правильного понимания Слова Божия и исповедания Иисуса Христа, о котором здесь и сказано «Он есть свет и нет в нем никакой тьмы». Редактор субтитров А.Семкин – Продолжение следует...